И в продолжение темы. Одно из самых перспективных направлений ВПК Анапы – выращивание овощей в закрытом грунте. В пользу этого говорят благоприятные природные факторы – солнце и тепло и поддержка государства. В Юровском сельском округе это поняли одними из первых. Тепличное хозяйство создали летом этого года. Уже сегодня здесь семь теплиц, которых выращивают помидоры. Подумали о том, что в нынешней ситуации, когда идет импортозамещение, овощная продукция, будем говорить, совершенно будет не лишним элементом. И я думаю, что иметь будет сбыт. Вообще планируется даже расширение всего этого дела. Мы планировали, если получится получить финансирование дополнительное, мы планировали здесь еще в тепличном хозяйстве выращивать клубнику, малину, ежевику. По программе субсидирования строительства теплиц можно получить хорошую помощь – возместить от 25 до 100% собственных затрат. Ионавские аграрии пользуются такой возможностью. За последние пять лет производство овощей на курорте увеличилось с 8,5 тысяч до 15 тысяч тонн. У сельхозпроизводителя сегодня есть все шансы увеличить эти цифры в разы. Ограничения на ввоз продукции из Турции открывают для аграриев новые рынки с бытом. По данным Минэкономразвития, России только импорт томатов превышал 360 тысяч тонн, что в денежном эквиваленте за 9 месяцев составило почти 300 миллионов долларов. Помимо этого в России завозили абрикосы, вишню, персики, сливы, виноград и многое другое. Цифры импорта астрономические – почти 3 миллиарда долларов. Редактор субтитров А.Семкин